здравствуйте дорогие друзья и подписчики значит хотелось бы сделать наконец-то видео о вопросе который как оказалось стал достаточно популярным и остается довольно горячим это маленький пост который сделал по поводу экстремальных хваток мы отслеживаем статистику и очевидно что эта тема довольно горячая волнующая я бы хотел поделиться своим взглядом своей философией на тему вот этих экстремальных хваток первое нужно разобраться всегда с чего все начинается значит на мой взгляд вообще история экстремальных хваток она пошла от момента перехода с деревянных ракеток с очень таких невысококачественных мячей на ракеты из композитных материалов на графитовые я слишком уважаю чемпионов великих чемпионов прошлого которые достигали невероятных результатов побеждая в большом количестве турниров большого шлема и практически все из них до вот этой технологической первой скажем технологической революции играли откровенно плоскими хватками и естественно плоские удары превалировали для чего это делать потому что плоские удары позволяли поднимать темп игры и это было ну давало преимущество тому кто делал это лучше вот поэтому говорить о том что неправильно будет говорить что великие чемпионы прошлого там не умели или не могли или не хотели вращать мяч на то были абсолютно нормальные причины далее в теннис как во все виды спорта приходится время какие-то технологии и в том числе в теннис пришла технологическая революция пришли ракетки из композитных материалов что дали эти какую возьму какие возможности открыли вот эти композитные материалы естественно дал эти материалы позволили за счет своей упругости легкости увеличить объем ракетки то есть увеличилась струнная поверхность естественно это уже благоприятствует тому чтобы добавлять вращение второй момент это снижение веса ракетки и что опять же увеличивает маневренность ракеты в руке спортсмена то есть с легким предметом легче что-то делать чем с более тяжелым вот и третье что композитные материале материалы сами по себе они более как сказать они более эластичные что опять же позволяет добавить как и силы удара и в то же время способствует при правильной постановке вопроса способствует вращению вот поэтому на мой взгляд главным критерием появления экстремальных хваток это были все таки это было все таки технологическая ну скажем так это не революция дать технологии которые пришли в спорт на рубеже там 80-х годов когда все перешли с таких достаточно жестких и тяжелых сначала деревянных потом железных ракеток на композитные материалы вот это первое что хотел сказать то есть мы нам надо разобраться с историей откуда пошли эти экстремальные хватки потому что там в те годы долгие-долгие десятилетия играли в теннис таких хваток практически не было далее я здесь буду руководствоваться в том числе некоторыми комментариями которые ребята во первых благодарю всех за то что откликаетесь и очевидно что эта тема действительно горячая потому что многие как тренеры так и родители сталкиваются с этим вопросом в том числе и то почему я посчитал необходимо поделиться своими мыслями своей философии по этому вопросу да кстати говоря здесь маленькое такое отступление делаю почему в советские времена во всяком случае во времена этому моей молодости и даже те поколения которые два-три поколения которые играли до меня тоже в основном не было проблем с хватками во-первых и в том числе я еще начал играть деревянной ракеткой которые по своей сути достаточно тяжелая была соответственно мы начинали вот этими относительно тяжелыми ракетками когда уже были маленькие то есть вращать действительно сложно просто физически сложно во вторых небольшие головки ракет вот и третье мы практически все все месяца в году во всяком случае в европейской части ссср где в общем сконцентрировано был теннис я не хочу обидеть конечно же там и грузии там армении там много было тоже великих спортсменов успешных во времена советского союза но так сконцентрирован географический теннис был в европейской части мы там 7 месяцев в году играли на я думаю что многие сейчас вспомнят на таких на досках сильно лакированных и мяч просто физически не отскакивал там выше колена практически то есть естественно у нас не было потребности много изучать там удары по высокой точке это тоже такие объективные вещи к разговору о том что что-то не появляется на пустом месте есть объективные предпосылки почему что-то возникает сейчас мы говорим об экстремальных хватках теперь пойдем дальше один из подписчиков прокомментировал сделал довольно длинный пост по поводу значит ну свое мнение и это правильно высказал вот но я бы хотел несколько момента разобрать он начал со стойки но во-первых стойка это вообще вопрос очень интересный критически важный для тенниса про стойку будет снято отдельное видео потому что я к этому подхожу достаточно серьезно значит бета значит звучала такая фраза бетонные корты с высоким отскоком у меня тогда встречный вопрос а грунтовые корты тогда с каким отскоком то есть но это по моему достаточно очевидно что более высокий отскок как раз он больше на грунтных на грунтовых кортах это что в калифорнии с западной стороны америки начали играть на бетонных кортах и за счет это внесло свое лепту в происхождение экстремальных хватах я с этим я с этим не согласен мое мнение я с этим не согласен значит естественно на грунтовом корте отскок особенно если ты вращаешь выше чем на бетонном покрытии и темп игры собственно говоря ниже чем на быстрых кортах и далее приведены фамилии арона крикштейна и джима курье да действительно они играли достаточно ну на грани закрытой тире экстремальной хватки но здесь есть два момента во первых это были такие ну монстры уфп у которых реально хватало здоровья работы ног для то чтобы обеспечивать себе вот такую точку удара которая необходима с такой с экстремальными такими хватками это первое а второе давайте тогда встречные фамилии которые тоже в принципе в основном из калифорнии американского тенниса которые в достаточной степени на мой взгляд повлияли вообще на теннис да и у которой не играли экстремальными хватками это и пит сам просперва ракетка мир это и андреа гаси это этот мартин и дэвид уиттон и малевая в вашингтон и зина гаррисон и братья брайан и и дженнифер каприати и линзды дэвин порт и сестры уильямс и скотт дэвис это я назвал скажем так далеко не всех это я назвал те фамилии которые на слуху мы сейчас я думаю что много не вспомнил тех фамилий которые были там 50-100 но тем не менее мы говорим о том что все-таки подавляющее большинство это американского тенниса которые якобы на бетоном корте с высоким отскоком это однозначно теннис очень быстрый теннис агрессивный который явно ориентирован на быстрое завершение розыгрышей довольно часто выхода к сетке все эти игроки они как раз играли ну скажем так достаточно классическими нормальными хватками немножко закрытыми но не экстремальными хватками я думаю что я здесь не здесь но называю абсолютно очевидные вещи далее приводится фамилии там берсотеги и бругера ну понятно что оба во первых это не американцы и испанцы и выросли они они на грунте как мы уже я уже сказал на мой взгляд грунтовый корт являясь более медленным дает возможность на путь на более извините за каламбур на более медленной скорости учитывая что уже пришли ракетки с композитными материалами немножко ниже ракетки из композитных материалов дают возможность теннисисту сделать с мячом чуть больше и это естественная на мой взгляд причины почему в том числе на грунте в основном испанская школа начала двигать теннис вот этим к экстремальным хваткам и кстати говоря это сохранялось достаточно долго но кстати говоря многие из испанцев которые достигли ну действительно такого больших ур ну серьезного уровня если посмотреть там и тот же даже хуан карлус феррера у них достаточно такая но приемлемая хватка в меру закрытой но далеко не экстремальная хватка и даже если присмотреться к хватке рафаэль и надаля это достаточно закрытая хватка но это не экстремальная хватка то есть я провожу разницу между хваткой закрытой и экстремальной хваткой потому что мы сейчас говорим больше об экстремальных хватках далее значит ну дело вкуса там и точки удара вкуса не спорю действительно все мы приходим в теннис по своим причинам и кто-то правше можно даже левый поиграть рукой это тоже как бы без проблем но то что касается точки удара здесь я полностью согласен значит сейчас вот переходим почему уже скажем вот теперешнее поколение детей столкнулась с проблемами именно экстремальных хваток значит легкие ракетки значительно легче то есть уже где-то приблизительно 2010 годах помимо того что ракетки стали композитных материалов делаться они стали значительно легче то есть я в двухтысячных играл ракетой которая весила 255 260 грамм несколько лет спустя начал играть 365 355 360 грамм несколько лет спустя сам лично перешел на ракетки которые весили 305 грамм дети сегодня начинают играть уже ракетками там 260 грамм конечно такой ракеткой ребенка в принципе достаточно легко маневрировать теперь следующая ситуация в средней полосе россии и да в принципе вообще не счета южных регионов в основном мы 7 месяцев в году проводим в залах залы у нас но я очень мало видел грунтов в залах в основном это все-таки классические быстрое покрытие сейчас представляем ребенка которому 6 лет вот где-то вот приблизительно такого роста приходит на первое занятие значит до того как пришла система теннис тенс этом в мире и в россии все играли обычными теннисными мячами представляете ребенка вот таком 6 лет и отскок обычного теннисного мяча естественно мяч прилетает на уровень почти плеча или головы у ребенка в раке в руки ракетка которая очень легкая который очень легко маневрировать и непонятно как объяснить ребенку почему он должен держать там классическую нормальную хватку естественно ребенок берет эту хватку как выбивалку от ковра ему так физиологически удобнее вопрос лишь в том что когда этот ребенок дай бог ему здоровья терпения тренеру и родителям 10 там или 12 лет спустя подходит к профессиональному теннису что происходит темп игры значительно увеличивается и оскок мяча становится ниже это как сравнить обычная машина там и скоростная машина чем отличается скоростная машина низкой посадкой широкой базой для устойчивости то же самое в теннис то есть мы в конечном итоге хотим прийти на профессиональный уровень там где высочайшие скорости то есть получается точка удара немножко опускается даже не немножко значительно опускается темп игры возрастает а у нас остаются вот такие хватки то есть то чему мы учились играть чтобы нам было удобно детям не нам а детям было удобно играть вот на этом уровне сейчас мяч там 17-18 лет на высоких скоростях начинает прилетать значительно ниже естественно это вызывает уже такие ну значительные неудобства здесь в продолжении этой темы могу уже из своего личного тренерского опыта сказать что я работал с двумя девчонками у которых такая на ударе справа у одной экстремальная закрытая хватка была второй вот на грани но практически экстремальная хватка справа вот одна девчонка довольно неплохо стартовала в профессиональный теннис быстро вошла там на уровне 200 но дальше просто не продвинулась потому что все попытки как-то выровнять удар справа вот эту хватку они просто не увеличались успехом в какой-то момент ну сам спортсмен и родители не понимали важности этого но в конечном итоге так получилось что потом и в карьере ну такого по большому счету ничего не произошло вторая девчонка с которой я работал она все-таки вошла в 100 играла довольно глубоко но практически все соперницы я знаю точно когда выбирают тактику игры против нее ищут варианты играть именно по ту сторону с которой у нее закрыты но экстремально почти экстремально закрытая хватка поэтому мой опыт тренерский работы на профессиональном уровне с экстремальными закрытыми хватками он негативный поэтому когда мне удается поработать с молодыми теннисистами с маленькими ребятами я очень много внимания уделяю хваткам и в принципе техники потому что перед глаза моими глазами было достаточно уже увидено спортсменов и проблемы которая закоренела настолько что изменить их уже на определенном уровне просто невозможно и как эти проблемы ограничивают возможности спортсмена в реально профессиональном уровне и поверьте мне что позитивных эмоций от длинного пути там дорогой в 12-13 лет и когда все это заканчивается неудачно и люди не попадают в то место куда они хотят попасть это ну это такие тяжелые жизненные истории вот поэтому хватки техника очень важно поэтому о чем я хотел бы сказать что я смотрю вот моя философия на хватку она исходит первое из вообще физиологии из физиологии от физиологической необходимости хвата ракеты это первое второе из индивидуальных особенностей значит в том числе были приведены фамилия ника кирьеса джека сока в том числе там карена хачанова я еще с удовольствием сюда добавлю в этот список иного к джоковича теперь первое что мне хотелось бы сказать по этому поводу во первых ну вообще посмотрите на карена да я в хорошем смысле считаю что карена такой богатырь от тенниса то есть касая сажен в плечах это реально мощнейший человек у которого приличный запас вообще мышц вокруг суставов и так далее то есть это же не ну не обсуждается что спортсмену коту которую крепко физическое здоровье может освоить значительно больше тренировочные соревновательные объемы чем тот у которого это запаса нет то есть на мой взгляд некоторые из ребят они просто физически реально настолько крепки что они могут у них хватает возможности организма компенсировать экстремальные хватки но время показывает что это работает все равно даже в их случае это работает до поры до времени посмотрите в интернете и вы увидите проблемы не какие риса и в том числе и у карена были вопросы с то ли с плечом то ли с локтем посмотрите это ваш хорк теперь то то что касается почему я добавил в этот список еще в том числе нового к джоковича и это вообще как бы не секрет то есть проблема с локтем которая преследует его уже несколько лет и теперь я прошу чтобы вы посмотрели на этот вопрос с этой стороны вы вообще представляете фанатизм новака подходе к своему телу то как человек следит за диетой то как человек тренируется то есть сколько времени человек уделяет внимание тому чтобы его организм и система была в хорошем состоянии плюс добавим сюда тренера по фп плюс добавим сюда людей которые занимаются его восстановлением это массажисты физиологи и так далее несмотря на весь этот огромный объем работы и помощь извне все равно остаются проблемы с с тем же локтем вот лично для меня это показатель того что это все таки вот это чересчур закрытая охватка она дает о себе знать несмотря на такое ну просто колоссальное количество работы которые этот удивительный чемпион делать со своим телом теперь посмотрим с другой стороны а если представить чтобы у этих ребят при таком таланте при таком огромном запасе здоровья при таком ресурсе были бы более приемлемые охватки не знаю об этом можно только философствовать но тем не менее это скажем так мой ход мыслей как я смотрю на этот вопрос что хотелось бы сейчас еще несколько моментов в том числе показать для меня вопрос вот этих экстремальных хваток уже не несколько лет стоит достаточно достаточно остро мне удалось работая с белорусской теннисной федерации путешествуя там по городам и в том числе и там и в россии в том числе встречаться с ребятами и особенно с молодежью и сталкиваться реально с проблемами вот этих экстремально закрытых хваток поэтому я для себя дело некоторые наблюдения и некоторые моменты и которыми хочу с удовольствием с вами поделиться то есть первое что я делал когда видел ребенка с такой с экстремально закрытой хваткой мне хотелось посмотреть а как он отзеркалит это другой рукой когда даешь этому ребенку примеру если он правша ракетку в левую руку и просишь просто несколько раз перебить мяч на ту сторону или хотя бы об стенку просто обратите внимание на ту хватку которую возьмет левой рукой на мой взгляд вот это и будет его физиологическая физиологичная хватка я не могу представить чтобы ребенок взял сразу хватку вот таким вот образом сразу и пытался набиваем набивать мяч может быть будут и такие сделайте свои наблюдения на моем веку там за последние несколько лет я не увидел ни одного такого ребенка даешь шакету в правую руку он берет так как он уже привык играть вот такой колотушкой просишь взять левую руку у него достаточно хорошая чистая хватка второй момент даем молодому спортсмену не очень тяжелую палку естественно при условии что он уже размялся просим сделать очень максимально сильный мах обратите внимание как он это будет делать в 95 один или два человека за все время вот моего опыта умудрились пытаясь махать максимально быстрое движение повторить как бы практически тех ну теннисную технику когда вот вот такое движение остальные наверное 95 процентов несмотря на то что ракетку они держали экстремально обычную палку просто сделать физиологичный мах он у них был он выглядел правильно опять же это мой опыт пожалуйста попробуйте сами но я думаю что вы в том числе найдете много интересного дальше почему на мой взгляд хватка должна быть вот приемлемой не экстремальной а допустимо закрытой но достаточно физиологичной значит про просто от рассуждая не я пока я с удовольствием когда изучу для себя глубже физиологию чтобы действительно там отвечать за более тонкие моменты пока говорю понятным доступным языком который может быть понятен интересующемуся тренеру или родителю значит когда мы ракету держим и хват ракеты но практически практически повторяет плоскость ракеты у спортсмена или у молодого теннисиста возникает ассоциация плоскости ракеты с положением кисти то есть когда мы говорим сделай немножко больше под мяч или это он ассоциирует частично ассоциирует плоскость ракеты плоскость струнной поверхности с положением его кисти то есть у него ракета действительно является продолжением его руки и кисти на мой взгляд это очень важный момент то есть это та ассоциация которая может помочь тренеру в работе там с начинающим спортсменом конечно если в случае экстремальной хватки когда спортсмен держит хватку ракеты практически живут так ну такой ассоциации не такой ассоциации уже как бы не возникает это третий момент и четвертый момент который на мой взгляд тоже ну вот мне достаточно понятен то есть даже в случае достаточно скажем так закрытой хватки закрытой хватки в момент контакта с мячом кстати говоря у меня удар справа вот приблизительно к охватка это такая в меру закрыта но не супер закрытой уж тем более не экстремально то есть в момент контакта ракеты с мячом у нас кисть в принципе находится в нормальном физиологичном положении то есть момент контакта у меня в общем то в руке соблюдены естественно углы теперь делаем перенос вкладываем ракетку и берем экстремальный хват из теперь уже чтобы вывести плоскость ракеты в контакт с мячом нам нужно что сделать нам нужно как бы докрутить кисть что у нас получается еще не выполнив удара мы уже включили у меня напряглись вот эти мышцы у меня напряглись вот эти мышцы соответственно прикрепление с одной стороны и с другой стороны я специально не буду давать название мышцам сейчас местам прикреплений я не буду глубоко влазить сейчас там в анатомию и в понятие миофасции но вы если вам это действительно интересно откройте соответствующую литературу и посмотрите как эти напряжения распределяется дальше по цепочке вот как бы основные моменты которые на сегодняшний день которыми мне хотелось бы поделиться с подписчиками и поделиться своей философией по поводу экстремальных хваток надеюсь это будет надеюсь это видео будет полезным надеюсь оно будет интересным лично мне было интересно в этом разбираться вот пожалуйста смотрите подписывайтесь ставьте лайки так далее продолжаем идти по на по нашей увлекательной дороге в этом путешествие великого спорта теннис благодарю